Хорошо, родные, перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Привет всем, дорогие. Добро пожаловать, родные. Итак, сегодня я пойду в очень интересную мысль. Я уже немножко говорил вам, что я работал над этой мыслью. Определенное время. И мне кажется, знаете, что я вроде более-менее довел этот каравай до готовности. Ну, честно сказать, у меня, наверное, ни одна тема не закончена. Это, знаете, как спрашивать у того, кто пишет картины. Ты никогда не закончил. Везде можно еще сделать один штрих, везде где-то можно какую-то бросить тень, да, немножко добавить деталей. Поэтому в реальности будем работать с тем, что есть. Хорошо, родные. Итак, тема называется «Совершенное время». Вы знаете, мне очень нравится эта мысль, потому что она пришла очень уникально. Я сидел на диване с моей женой, знаете, мы смотрели какую-то передачу. И у меня в холодильнике есть мой любимый сорт яблок. Я люблю яблоки холодные, люблю они у меня всегда лежат в холодильнике в определенном месте. И я думаю, ах, как раз сейчас, знаете, такая погода, хочется холодного яблока. И я иду в холодильник, беру яблоко, оно такое, знаете, красивое. И здесь я его кусаю, и я очень прихожу в серьезный сумбур. Оно абсолютно внутри пропавшее. Вы знаете, что самая интересная проблема? И вы знаете, что я помню? Проблема не была с яблоком. Эта проблема была с тем, что я не рассчитал правильное время его использования. Кто-то услышал сейчас меня? Знаете ли вы, что у всего под этим подсолнцем есть определенный сезон и время, которое называется «Совершенное». Ты не можешь взять это яблоко раньше, оно будет кислое, противное и отвратительное. Ты не можешь его передержать, так как оно тоже пропадет. И здесь, когда я укусил это яблоко, жена с меня смеется, я иду его выплевывать, знаете, в урна. И здесь начинает Бог говорить ко мне. Я, как обычно, быстренько беру мой конспект, который является телефоном, и записываю эти мысли. И Бог мне так и говорит, «Сын, пойми, я хочу, чтобы ты рассказал моим детям, что у меня для каждого из вас есть совершенное назначенное мною время». Цель дьявола, поймите, цель дьявола – это вывести тебя раньше недозрелым. Кто-то понимает? Его цель – это или вышвырнуть тебя раньше, или удержать до того, когда уже сезон прошел. Самолет улетел, корабль уплыл. Понимаете, что Бог сделал время. И вот это время нам нужно с вами научиться понимать время, и нам нужно подружиться со временем. Кто-то из вас понял сегодняшнее направление, куда мы идем? Послушай очень внимательно, потому что, когда меня эта мысль захватила, вы знаете, за некоторых людей пришла очень серьезная горечь. Потому что сколько есть талантливых людей, которых Бог прямо сейчас, Он говорит, это твой сезон. Встань, сделай шаг. Но что-то держит тебя – страх, неуверенность, сомнение. Неверие. Другими словами, будь очень аккуратен, потому что Бог, Он доводит тебя до определенного сезона. Он хочет, чтобы тебя вкусили, тебя попробовали. Но тебя можно только попробовать в правильный сезон. Каждый из нас дозревает в очень уникальных обстоятельствах. Кто-то понимает? Нет одинакового времени, которое придумали люди до 30 жениться, до 40 родить детей. Это человеческие стандарты, но нам нужно понимать, наблюдать времена и сроки, которые Бог заключил в Своей мудрости именно для тебя. Итак, время – это уникальное создание Бога. Все в нашей жизни приходит в свое совершенное, назначенное Богом время. Другими словами, даже Бог планирует дать тебе все в правильное время. Но вы знаете человеческое сердце. И что мы с вами сидим и делаем? Я хочу! Бог, я хочу, чтобы ты сейчас это сделал! Он говорит, сынок, доченька, подожди, подожди, чуть-чуть подожди, тебя еще нельзя кушать, ты отравишь всех. Ты будешь кислый-кислый, у всех глаз западет, когда тебя покушают. Вы видели людей, которые брыгнули до сцены, но не исцелились в сердце, и теперь это болер обрыгивает всех. Я видел молитвенников, которые должны молиться, но они не дошли еще, они не прошли процесс, и теперь он намаливает свои болячки на того, о кого молятся. Даже если ты проповедник, молитвенник, есть определенная выдержка, где должен быть правильный сезон, чтобы ты не проектировал свою болячку со сплатформы, которую Бог хочет дать тебе. Ты должен пройти процесс, исцелиться, восстановиться, дозреть, получить мудрость, и потом тебе дается правильное время выдать этот продукт. Кто-то понимает? И обычно Бог готовит людей, таких как Моисей и Иосиф. Вы знаете, они зреют где-то там, но они дозревают в правильное время, в правильный сезон. Вот прямо сейчас Моисей и нужен. Просто попросил Бога мудрость распознать свое время. Ты же даже не представляешь, какой ты вкусный. И Бог хочет тобою поделиться в своем теле. Он хочет, чтобы тебя покушали, послушали, поняли, пережили. И не важно, что ты делаешь, говоришь, поешь, пишешь картины, не важно, что... Бог хочет, чтобы тебя покушали, но это должно быть в правильном сезоне. И поймите, что... именно битва человека, именно то, чтобы не выпрыгнуть раньше своего времени, а потом, наоборот, чтобы твои болячки не задержали тебя от выхода. Человек любит обочины. И мы с вами, когда ничего не знаем, прыгаем, как торпеда. Все, Господь, все, вылетел. Зеленый, зеленый, невкусный, невкусный. Это, я помню, у меня первая церковь такая была, Шаповалов вылетел. Такое, вроде, откровение есть, но оно с каким-то таким запашком. Тут некоторые ржут, они, потому что, вот, Илюша, Лиля, там еще. Ребята, некоторые были в первой церкви, и такие, вроде оно, но есть какое-то послевкусие. Вроде, как бы, откровение-то есть, но он этим откровением не исцеляет, а калечит всех. Кто-то понимает, да, немножко, куда мы, куда мы? Поэтому, пожалуйста, после, например, развода, разлуки, битвы, провала, не вырывайся и не говори, все мужики сатаны! Успокойся! Есть мужики нормальные, знаю. Есть мужики верные своим женам до конца своих дней. Поэтому, пожалуйста, пройди процесс исцеления, брожения, засаливания и потом правильной продукции. И потом, когда ты выдашь, ты выдашь, не просто ты выдашь боль, ты выдашь проблему и сразу на нее ответ. Другими словами, ты будешь вкусный, доделанный. И многие из вас имеют это, вы проходите это, но, пожалуйста, позвольте еще этой заквасочке доработать это дело. А для других скажу, когда ты все прошел, есть искушение, я знаю то искушение, ты уже стал умный, тебе уже никуда не надо, ты просто любишь Иисуса, и что тебе пахать? Ты вот так сын дома. Чего лишний раз напрягаться? Это, знаете, как вот старший сын и младший сын. Младший, да много, понял сразу, как оно все работает. Тот, я не знаю, понял ли вообще, притча как-то обрывается, и ты не понял, до него дошло или не дошло, как-то все зависло. Но с молодым мы поняли, что он как бы, он абсолютно без проблем употреблял и наследие, и вернулся назад, и теленка съел, и даже не моргнул. Другими словами, у сына есть искушение просто расслабиться и так сказать, ну, Богу надо, он и сделает. Знаете, такая категория людей? Есть две категории людей. Без меня, Господь, солнце не встанет, и я должен все сделать, если не я, то кто? Это одна категория. Вторая категория, это там, где ты уже все понял, все прошел, обломился, исцелился. Да кому оно надо, Богу надо, он сделает еще раз. Если не я, то другой поднимется. Аллилуйя. Ты умный уже стал. И вот тут есть искушение переспеть. И вроде ты на вид нормальный, но ты как бы кусаешь и думаешь, блин. А внутри ты какой-то намет похожий уже, знаешь уже, перебродивший весь такой. Поэтому, пожалуйста, позволь Богу вывести тебя в свое время. Это как Гидеон, Господь, ну пусть на траве будет мокро, на коже сухо, пусть на коже будет мокро, на траве сухо. Давай вот и поиграем в это дело. А Бог говорит Гидеону, ты дозрел, встань и иди, встань и иди, встань и иди. Другими словами, если внимательно понаблюдать за творением Бога, то для всего Он назначил идеальное время. Заметьте, мы с вами изучили сезоны. Заметьте, у Бога есть сезоны и в каждом сезоне идеальное время. Весна, у весны есть идеальное время. У лета есть идеальное время. У осени, то есть поймите, у тебя не только сезон, ты не только сейчас в сезоне, ты в правильном дозревании времени. Поэтому попроси Духа Святого распознать не только свои сезоны, но и времена дозревания в этом сезоне. Бог, да, ты пройдешь через рану, но Он не хочет, чтобы рана проповедовала. Кто-то понимает меня? Потому что иногда сейчас включаешь интернет, и Бог мой, на почве войны сейчас сплошная рана говорит с тобой, подожди, все исцелится, придет в порядок, потом ты дозреешь, и у тебя будет полная картина, о чем говорить? Не спеши! Понимаешь? Не спеши! И они еще обижаются на тебя, что ты не такой раненый и подстреленный, как все остальные. Ребят, я не собираюсь среди этой зелени шататься, дайте мне быть с нормальными дозревшими людьми. все мы проходим свои сезоны, сейчас кто-то проходит свой. Аминь? Неважно, в какой бы ты стране находился, ты не избежишь своего прохождения, своего сезона к дозреванию. Нет такого, что кому-то повезло, кому-то не повезло. Неважно, где бы ты был, ты пройдешь через свой ад. Просто, пожалуйста, не задерживайся там. А потом смотришь эти проповедникам, а он проповедует не с небес, он с ада проповедует. Вы знаете эти проповеди, когда ты сидишь и ты себя таким виноватым чувствуешь, на тебя такую ерунду спроектировали, и ты думаешь, господи, да что такое? Хоть бери калаш и не беги на пойду. Не забывай, что на троне есть царь, и его никто не переизбрал еще. Не переживай, что на все есть его воля, даже на те вещи, которые ты не понимаешь. Тоже есть его воля. И поэтому давайте позволим Богу проводить нас через зрелость. Каждый плод созревает в свое определенное время. Конечно, его можно сорвать раньше времени. Конечно. Помните, когда мы малые были, Россия, Украина, неважно, где бы ты был, там, Беларусь, где бы ты... Что у тебя было, когда ты съел гору зеленых яблок? Понос. Вы же знаете. Вот примерно и у людей вокруг. Они вроде тебя съели, а потом думаешь, Господи, что это? Духовная пуча началась. Его меняшку раздуло от твоих откровений. Подожди, дозрей, не спеши. А то дизентерия нападет. Это, знаете, оккультурное слово понос. Дизентерия. То же самое в наших судьбах семья. Если мы действительно желаем насладиться плодом нашей жизни и чтобы другие насладились плодом нашей жизни, нам необходимо подчиниться сезоном и что ты в этом сезоне проходишь и как этот сезон оканчиваешь. Кто-то понимает? К примеру, ты сейчас в сезоне, где у тебя абсолютная нехватка, недостаток, боль и нужда. Кто-то понимает? Сейчас написать книгу тебе нельзя писать книгу сейчас. Потому что я знаю, что ты напишешь. Я знаю, какая она будет горькая, невкусная и люди будут плеваться через три страницы, как только откроют эту книгу. Позволь Богу провести тебя через боль, недостаток и нищету, вывести тебя, дать тебе откровение и вот теперь этот плод готов к употреблению. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, как распознать то, что сейчас происходит в моей жизни? Сможешь ли ты другими словами, чтобы познать, что в моей жизни мне нужно понять минус и плюс всей ситуации? Негатив и позитив того, через что я прохожу. После этого мне нужно все это пропустить через Дух, Душу, сознание и позволить Духу Святому исцелить меня. После этого я должен фильтрировать через мою душу и Духу и Духу и только после того, когда я исцелен, я могу выдавать продукт, который уже перебродил. Он не заквасит и не будет уничтожать других. Кто-то понимает? Поймите, сколько сейчас есть вещей, которые высвобождаются со сцены, они в процессе брожения. Если ты неправильно это съешь, будешь заквашен, ранен и горечь будет та же самая, что и то, что ты съел. И так, мы должны подчиниться времени, которое Творец назначил каждому из нас в нашем сезоне. То есть, существует код времени, которому мы должны подчиниться. Со временем невозможно воевать или противостоять. Время всегда победит семья. Ты не можешь воевать со временем, ты проиграешь. время Богом поставлено не для того, чтобы что-то против тебя идти. Время поставлено, чтобы тебя провести. Окей? Когда ты родился, начался отсчет твоего времени и моего времени. И в каждом сезоне твоей жизни есть совершенное время сделать ту или иную вещь, то или иное задание, тот или иной момент. Есть четкое время. Опять, я говорю, пожалуйста, не подчиняйся социуму духу этого времени, который диктует время и наоборот гонит тебя делать что-то, к чему ты не готов. Наоборот, скажи, Бог, какое мое время? Поймите, и Иосиф с удовольствием одел разноцветную одежду после того, как увидел свои сны. И он-то думал, отсюда все и начинается. Но вы заметили, какой невкусный был Иосиф в начале в своей одежде? Братья его хотели прибить, они говорили, что это стукач, шестерка. Это тот, кто просто закладывает всех. Это не сердце управителя землей и семья. И да, хотя он и понял, кто он, у Бога был правильный сезон дозревания Иосифа. Иосиф красавчик, он в каждом моменте хотел вырваться. то есть в доме Патифара у него свои махинации и движения были, в тюрьме у него свои моменты были. И потом, как только потом, мы видим с вами, и мы говорили с вами уже об этом, когда приходит полный покой у него, Бог говорит, а теперь этот продукт дозрел. Теперь он не только будет служить, он не убьет своих братьев, во-первых. Помните, что он нёс? Он говорил, скажи фараону, что я здесь, я ничего не сделал. Другими словами, Бог не мог взять эту боль и поставить во дворец. Некоторые из вас говорят, Бог, да какие? я пор буду здесь, пока не исцелишься, не успокоишься и не смиришься с тем, кто ты, где ты и когда ты. И когда ты это все сделал, ты успокоился, приходит стук в дверь. Тук-тук. А теперь иди сюда и интерпретируй, толкуй сон. Заметьте, до этого несколько лет до того, как он попал к фараону, Иосиф говорил, как увидишь фараона, скажи ему обо мне. Вот Иосиф стоит перед фараоном и ничего не говорит о несправедливости, об обмане, о предательстве, ничего. Что это? Зрелость. И не просто он рассказал это, он еще интерпретировал, дал все ключи к тому, как спасти царство, запастись зерном, все сказал, и сказал, найди мудрого человека, он даже свою кандидатуру не выдвинул. И фараон глянул, разве может быть кто-то мудрее, лучше, чем этот человек, с которым Бог? Семья, поймите, через всю Библию мы наблюдаем с вами сезоны людей, в которых Бог призывает их дозревание и их выход, где люди начинают уже пробовать их, насколько они вкусные для царства становятся. От рождения мы движемся от одного сезона к другому. И в каждом сезоне есть совершенное время для нас. Опять, совершенное время — это не то, что придумал человек. Пожалуйста, не поддайся этому давлению. Потому что у каждого из нас Бог относится к каждому к нам как к шедевру, и у каждого шедевра есть свое время созревания. Вспомните Авраама и Сару, когда у них родился Исаак. Можете себе представить к рождению настоящего сына. Сара дозрела в девяносто, а Авраам в сто. И поэтому, когда тебя кто-то толкает сделать что-то раньше времени, пожалуйста, не дергайся, потому что Измаила сделаешь. дожди своего времени и дожди своего Исаака. Не важно сколько лет и кто уже родил, у тех, кто родил уже внуки, правнуки пошли, а ты еще ребеночка ждешь. Но твой ребенок совершенно другой в позиции того, как видит его Бог, чем дети других людей. Давайте прочитаем книга Экклесиаста, третья глава, первый стих и одиннадцатый стих, то есть два стиха мы прочитаем, первый и одиннадцатый. Давайте прочитаем Экклесиаста. Мы будем 읽ать два стиха, одиннадцатый и одиннадцатый. Всему свое время и все на земле случается в свое время. Бог вложил тайну в человеческий разум, потому что мы не в состоянии понять всего, что Бог творит и все же Бог все делает вовремя. Есть правильный время для всего и все на земле случится в правильный время. Бог дал нас способ думать о дизайнер и он назначил я не могу воевать и придумывать все, что я могу смириться и подчиниться моему дизайнеру и в то время, в которое я родился и поколение, для которого я родился, сезон, для которого я рожден. заметьте, как человек изучил все времена и сезоны творения Бога, да? Зима, весна, лето, осень, мы так хорошо изучили все, у нас дата есть на каждую вещь. в каждом сезоне времени дано право совершить определенные действия. И Божья мудрость подскажет, что и когда сделать. И заметьте, мы поняли сезоны, но абсолютно пропустили то, что мы-то точно так созданы Богом во время и в определенный сезон, чтобы дозреть для определенной функции. Родные, поймите, неважно, ты рожден для своей семьи, для своего, для своих соседей, для города, страны, для своей нации, неважно диапазон твоего движения. Вы понимаете, что, как приятно быть употребляемым Богом в свое время. Представьте, сколько сейчас людей, да, вот просто сидят и вот кушают сейчас вот этот плод. Представьте, мне пришлось пройти через все, о чем я говорю, и позволить Богу дать мне возможность выйти в правильном сезоне. И сейчас люди кушают, и мне приятно, приятного аппетита, кушайте меня. Понимаете, да? То есть и людям приятно, когда они могут вкусить, и ты встанешь отсюда, и ты уйдешь с чем-то в своем духе. Я заметил, вы знаете, я заметил одну такую вещь. Люди, много людей, детей Бога, пытаются воевать со временем. Но время нужно понять и распознать, со временем нужно подружиться. Бог не сделал время твоим врагом. Он сделал время твоим другом. Пожалуйста, не ссорься со временем. Потому что те люди, которые не хотят дружиться со временем, они начинают все делать не вовремя. И вы все встречали таких людей, сами, может быть, были в таких ситуациях, где вот нужно подождать. Нет, вот просто пошел и сделал, влез. и потом ты мучаешься, тянешь эту лямку, страдаешь, хотя нужно было чуть-чуточку подождать. Просто позволь, если тебя сорвали раньше, позволь Богу, полежи на подоконнике. Это я помню, как мне дали помидоры, и большинство помидоров были зеленые, 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 весь целый мешок зеленых помидоров. Я думаю, что с ними делать? И потом вспоминаю, как моя бабушка делала, она на подоконник всю зелень разложила. И я помню, все выложила и жду, пока он разложил. Некоторые из вас сейчас на подоконнике. Да, вас сорвали, ты хотел в салат, а Бог говорит на подоконник, никакого салата. Ты хотел там с лучком потусоваться, с огурчиком потусоваться, в маслечке поплавать. А Бог говорит, подоконник, зелень, ты испортишь салат. Поэтому лежи, загорай. Он до тебя доберется через пару лет. Когда ты понял и подружился со временем, то ты понимаешь, что время работает не против тебя, а на тебя. Другими словами, сейчас я понимаю этот, вообще, вот этот закон времени. и сейчас я прохожу определенный сезон моей жизни, который я не имею права сейчас вам выдавать и делиться, потому что будет все неправильное, незрелое, и я покалечу больше людей, чем помогу. и я понимаю это, что время работает на меня и знаю, что я должен теперь идти к кульминации этого, к завершению, восстановлению и потом приобретению мудрости и только тогда я могу салат шинковать, ребята. Поэтому, пожалуйста, не сделай салат сейчас из зеленых помидор и маленьких вот этих огурцов, которые еще на огурцы не похожи. Я помню, у бабушки в огороде, помните, да, как только цветочек отпадает, там уже такой маленький огурчик есть. Кто на огороде вырос, вы знаете, о чем я говорю. Он огурец, огурец, настоящий огурец, но он только маленький полмизинца. И Бог говорит, сынок, не ешь. А мне так нравилось, я помню, клик, маленький, мелкий, бежит, клик, и эти огурцы ешь. Представь, да подожди, огурец станет большой, сочный, на целую кастрюлю салата хватит. А так кто-то тебя там хрустнул, там и не понял, что было. А, это брат во Христе. Ага, окей. Он мне что-то сказать хотел, да? Не успел. Мудрость Духа Святого укажет тебе совершенное время для того, в чем ты находишься и в чем живешь. Вы сейчас понимаете, о чем вообще идет речь? Семья? Вот сейчас вот я вам даю гарантию, большинство из вас прямо сейчас эта тема прямо вот просто нужна вам, потому что ты вот-вот, ракета вылетит, а тут сейчас тебя притормозили, фитиль, выдернули, сидеть. А ты уже, господи, иди, буду, зажигай. Фейерверк ты мой духовный. Полететь захотел. Тут пастор в воскресенье фитиль выдернул, потушил все, посадил. А что делать? Зреть, родные, зреть. Зато потом, когда ты подозреешь, вокруг тебя сядут люди. Несколько твоих фраз, и вокруг тебя люди исцеляются. Несколько историй своей жизни, и ты смотришь, кто-то уже переживает присутствие Бога. Что это? Тимия, вот это правильный фрукт, сорванный в правильном сезоне. Поймите, не дана мудрость кому-то дана, а кому-то не дана. Все из вас потенциально прямо сейчас зреют к потенциалу своей мудрости и глубины, но мы не даем процессу окончиться. Придумываем, творим, что хотим, меняем место, тут сильно стало давление, уже пересадился на другую грядку, попустило. Дай Богу провести тебя через процесс, пройди через свою давку. Я помню, знаете, я помню это, мы вино у бабки делали всегда, у нее, знаете, эти огромные, у нее огромный был сад, и там, мам, помнишь, и мы каждый сезон мы давили этот виноград. Бабуля, вино делала, ух, вина было, я помню, мелкий набухался, капец. Я с подвала вылезть не мог, а я смотрю, с меня все ржут, а мне там, я не знаю, сколько там, 7-8 лет было, я такой, компотик, компотик. Я потом понял, что это не был компотик. Настоящая история. Когда я была 7-8 лет, мы должны стомп на грифы, чтобы сделать вино. Я помню, у нас всех детей бабка собирала в тазики, и мы в тазиках этот виноград. Пожалуйста, ты думаешь, что ты будешь красивой бубочкой винограда, а на тебя пятка такая. Господи, из меня же ничего не осталось, из тебя ничего не должно остаться, из тебя должен быть сок, правильный, выдержанный, настоянный сок. Потом, который проходит через свой процесс брожения, процесс превращения в красивое, крепкое, выдержанное вино, которое потом может. И ты, а, пахнет, вкус, все, нормально. Другими словами, родные, всему есть свое время и свой сезон, для тебя есть Богом назначенное время. Мы помним, как Иосиф пытался раньше времени покинуть тюрьму, мы помним, как Моисей пытался раньше времени стать вождем Израиля, помните? Вот вырывается Моисей, все, египтянина бум, в песок зарыл, все, ребята, я ваш. Они смотрят, какой-то еще, очередной, с дома фараона, пацан, что-то тут пытается сказать, ты кто? Кто тебя над нами поставил? А он понял, о-о, там не любят, а тут уже бегут за тобой. Ну че, и начинается процесс созревания у Моисея, да? И мы помним, когда Моисей дозрел, успокоился, завел семью, стада, и тут бабах и призыв. И здесь горит кост, сними обувь. Я Бог Израиля, я призываю тебя освободить народы. Он не успел тут, куда я вообще попал? Я вообще пришел на гору, просто костер посмотреть. А тут тебя уже избрали, активировали, крестили, помазали и послали. На гору зашел Мойша, с горы вышел Моисей. Уже вышла личность, и та личность еще упиралась, господи, ну я плохо разговариваю, братан, ну немножко лучше, может речь толкнуть, возьми его. Это зрелость семья, это зрелость притормаживать себя, это зрелость, как мы вчера на мужском говорили, как узнать, если Бог избирает тебя? Бог должен больше хотеть, чем ты. Не поняли? Если ты хочешь больше, чем Бог, ты пойдешь на все компромиссы, неправильные вещи, неправильные решения, тебя купить можно, подкупить можно, потому что ты хочешь. Ну когда ты не хочешь, ты настоящий продукт, созревший для употребления. Чтоб тебе не говорили, ты не хочешь. Да ты будешь пастором, да сам будь пастором, я тебе могу прям тут рука положить. А что будет, если церковь развалится? Аллилуйя! Меньше будет биллов, больше времени с Иисусом проводить. Поймите, что человек, который не хочет, это самая тема для употребления. Он спокойно лежит, спокойно ничего не хочет, и он спокойно может выслушивать, и здесь Бог должен больше хотеть. Ну, Моисей, ну давай. Ну, может, не надо. Давай, я сказал. А кто меня послал? Как тебя вообще зовут? Скажи, я есмь. Ну, как я приду им, скажу, я есмь послал меня. Они меня точно так пошлют назад? Что у тебя в руке? Палка. Поймите, тебе даже ничего экстра не надо. Все призвание и все помазание у тебя в руке уже. Богу даже, представь, ты настолько дозревший, что уже на тебе вся одежда, все в руке, что надо, просто иди. Брось палку. Он бросил палку, она превратила змею, Моисей на дерево залез. Не бойся, бери змею за хвост. За хвост змею брать? Ничего опаснее, чем змею за хвост. Бог, она все своя мудрость есть. Взял за хвост, она в палку превратилась. Он говорит, вот этой палкой положишь весь Египет. Так и было. Так и было. Пришел сеньер ситизен в Египет и похоронил весь Египет. С палочкой. Второй момент зрелости. Тебе не нужно никто и ничто для совершения своего движения и призвания. И другой момент зрелости это, что ты не нужна ни одного или ничего для достижения Другими словами, когда дозревает продукт, фрукт, это значит, что ему больше ничего не надо. Солнца было достаточно, ничего экстра больше не надо. Он абсолютно независим внутри самого себя. Просто послушание Богу. Неважно, ты один, не один, Самсон один там укладывал тысячи. Проблемы вообще нет не в этом. Дело в том, что дозрел ли ты. Если ты ходишь, если ты ходишь, постоянно умоляешь людей, ну давайте начнем, ну поддержите меня, ну кто-нибудь, молитесь за меня. Не лезь, зрей, закрой рот и успокойся. Иди на подоконник. То ты понимаешь? Слишком много нужно поддержки, слишком много ищешь лайков, слишком много ищешь хороших позитивных комментариев, чтобы вставать по утрам и двигаться вперед. Если пару плохих комментариев, все, у тебя настроение нет, движение вперед. Ты незрелый. Ты зеленый, горький, невкусный. Но когда ты дозрел, ты превращаешься вот в эту, в позицию Моисея. Полностью, ничего не нуждается, ни в ком. Не надо армия, не надо никакие экстра помазания или ничего не надо. Все с собой и все на себе. Возьми любого зрелого человека. Есфирь, Наимень, возьми Иосифа. Все они не нуждались ни в чем извне, абсолютно. Все было с ними и все было на них. И вот их Бог брал в зрелом состоянии и переставлял. Пока Иосиф говорил еще замолви обо мне, это говорил о том, о чем? Иосифу еще нужна помощь. Ты не готов. люди пытаясь воевать со временем, все делают или раньше, или позже назначенного времени. Вы сами знаете, как это происходит. то есть очень странно, я помню, я сам устанавливал свой график своего прогресса. Я помню, моя жена вначале, как только мы поженились, она наслушалась моих графиков. У меня через 10 лет все было запланировано. вся жизнь была расписана по годам, по месяцам, что, когда и где было завершено и все, экзамен сдан, точка поставлена. И у меня был десятилетний список и там был пункт номер один. И потом я помню, нашел через 12 лет эту тетрадку. Открыл. А я через 12 лет был в пункте номер один. Вы смеетесь, это правда. Я такой думаю, блин, вы ошибся временом, а? Думаю, ё-моё, вот это ж надо вот так вот. И потом я вперед глянул, думаю, господи, мне же к жизни не хватит. А там столько было написано, Свет, помнишь, да, эту тетрадку, все наши? Там столько было расписано. И там в конце 10 лет там нация вся была захвачена. А что вы думаете, да, просить, так просить? Веры было, ой-ой-ой, ума только не было. Вы знаете, да, зеленых? У зеленого вера есть, ума вообще нет. А у зрелого человека, знаете, вера приходит в состояние, такой, знаете, нормальности, и зато приобретается мудрость. Ты просто успокаиваешься. И ты понимаешь, папа, я готов. И если ты скажешь, я буду делать, но честно сказать, я без тебя ничего делать не хочу. Потому что, когда у человека нет мудрости, должно быть, я уже говорил, очень много энергии. Потому что, когда ты тупишь, ты очень много ломаешь, и тебе потом нужно очень много энергии, все это приводить в порядок, просить прощения, извиняться, ездить. Представляешь, сколько энергии надо? Уу! Ты так зажмурился, нет, не надо, спасибо. И Бог должен сильно хотеть. Я всегда говорю, Бог, если ты хочешь, ты меня достанешь. Я буду уходить, а ты меня доставай. Как обычно, достает. помните Адама и Еву, да? Что произошло? Они съели плод не в правильное время. Бог не поставил дерево и плоды познания добра и зла, чтобы над ними издеваться. Он поставил это дерево, он сказал, не прикасаться сейчас. Я уверен, прошел бы процесс, и они дозрели бы, и был бы момент вкушения этого плода. Бог не поставил и когда они обошли процесс и сразу вкусили плод познания добра и зла, они получили знание, но у них не было правильное сердце. А именно процесс нужен, чтобы настроить твое сердце к определенной вещи. И некоторые из вас, Бог, я хочу, я хочу, я хочу, а Бог говорит, а я веду тебя. Нет, Бог, я хочу сейчас. Подожди, Бог подготавливает твое сердце к получению того, что Он тебе показал. Кстати, вчера мы тоже об этом говорили, не пропускайте мужские завтраки, у нас там такие классные откровения бывали. Вы получаете что-то для себя или мне тут хорошо самому? Мне-то нормально, я не знаю, как тебе. Я сам в себе полностью удовлетворен. Я и попребедовал, и потанцевал, и сам себе похлопал, и сказал Аллилуйя, и домой могу поехать. Даже аудитория не нужна, чтобы насладиться. Нормально. Я сам себе поставлю. Нормально. Хорошо. Ты берешь что-то для себя в это солнечное утро? Нет? Да? Один, два? Все остальные еще в процессе размышления, да, что я тут буду? В процессе размышления. Брат, не брать этот фрукт. И как мы говорили, цель врага это дать тебе доступ к твоим вещам, не в твое время. Вот и все. Если ты хочешь узнать, чем тебя дьявол искушает, он искушает тебя, как правило, всегда твоими вещами, но не в твое время. Это произошел с Адамом и Иисусом, это он попытался, то же самое он попытался сделать с Иисусом в пустыне, дать ему именно те вещи, которые пришли, но не в его время. Это произошло с Адамом и Иисусом, и потом он пытался то же самое с Иисусом в пустыне. Поэтому, пожалуйста, сдержись, дозрей, позволь Богу довести тебя. И потом ты просто увидишь, как само небо будет просить, оно будет выталкивать тебя. Ты почувствуешь, что сейчас ты нормальный и уравновешенный, и делиться можешь теперь без проблем. Когда время стало твоим другом, он точно скажет тебе, где стоять, а где действовать. Все очень просто. Ты будешь, хотя бы через один сезон ты пройдешь, ты изучишь этот процесс, и потом ты будешь двигаться от процесса к процессу, от сезона к сезону. Чаще всего те, кто спешат и не почитают время и сроки, назначенные Небесным Отцом, теряют намного больше времени, чем те люди, которые спокойно ожидают правильного сезона. Сколько наблюдаешь прекрасных людей, у которых есть таланты и призвания? Но они наотрез отказываются подружиться со временем. В этом случае время становится врагом этих людей. И теперь время начинает действовать против этих людей. Не потому, что время — это твой враг, потому что ты должен бояться времени, потому что не подчиняясь времени, теперь все происходит не во время. Я буду заканчивать семья. Мой час уже почти окончился. Смотрите, то есть мы начинаем тратить вдвое больше, иногда втрое больше времени, потому что мы теперь работаем из минуса, теряя много времени на исправление ошибок, которых могло бы и не быть. Я помню, эта семья, я знаю, о чем я говорю, я проходил, у меня была одна церковь с 98-го по 2000-й год. И вы знаете, я помню, лучше бы я посидел и вышел вовремя, я столько наломал дров, столько людей попробовали этот кислый продукт, что потом нужно было годы восстанавливаться, чтобы прийти в ноль, в ноль. И потом, когда ты вышел на нейтральную, зрелую платформу, и уже Бог говорит тебе, теперь ты можешь действовать. Поймите, ты будешь там, куда тебя Бог ведет. Просто каким кругом ты будешь идти? Будешь идти маленьким, мудрым, или глупым, большим? Мудрость семья — это научиться уважать время и двигаться вместе с ним, а не против него. Последний псалом, и все, я заканчиваю. Последнее место из Библии. Псалом 89, 12. Вы знаете его. Научи нас вести счет нашим дням так, чтобы мы обрели сердце мудрое. научи нас так считать, вести счет нашим дням, чтобы в конце мы приобрели мудрость. Поймите, семья, у времени есть цель. Вы спрошите, зачем время? У времени есть одна цель. дать тебе мудрое сердце. Дать тебе мудрое сердце. Ты будешь опять делать ресет, ресет и ресет, пока не придешь к мудрости. Поэтому я благодарю Бога за мудрость его создания времени. Поэтому, дорогие, вы все сейчас, мы все сейчас в сезоне приобретения мудрости, каждый в своей сфере, которую ты проходишь. Неважно, какую бы сферу ты ни занимал, что бы ты ни был призван Богом делать, ты именно сейчас во времени, чтобы дозреть и в конце приобрести мудрое сердце. У времени есть цель дать твоему сердцу мудрость и ввести тебя в зрелость. Прикиньте, как я всех удивил. Меньше часа. Могу, когда хочу. Давайте мы встанем. Могу, когда хочу. Вы взяли эту мысль с имя? Возьмите, пусть это станет сейчас одним из ингредиентов вашего духа. И всякий раз, когда что-то дьявол начнет тебя тянуть или люди начнут бросать какие-то вызовы тебе, спокойно руководись Божьей мудростью и назначенным временем. И как только ты попросишь у Духа Святого Бог, мое время, если не мое время, убери, останови, удержи. И Бог это сделает. Просто будь искренен. И пусть Он ведет тебя в зрелость. Хорошо, родные, закройте ваши глаза. Пусть сейчас Дух Святой коснется тебя и придет исцеление, если что-то было сделано не так. Если кто-то сделал неправильное решение или в процессе того, чтобы сделать неправильное решение, я прошу Иисус, коснись, объясни, останови. Пусть каждый из нас, кто проходит сейчас через очень тяжелые сезоны, пройдет исцелиться, а не приобретет горесть и боль. Я прошу Дух Святой прямо сейчас. Я знаю, есть люди, которые на самом дне сейчас, в самом тяжелом сезоне. Пожалуйста, не сдайся, не остановись, не огорчись. Пожалуйста, завтра будет лучше, послезавтра будет еще лучше. Пожалуйста, не сорвись, не остановись, не оборви процесс созревания. Поверь, говорю тебе из опыта своего и опыта многих людей, которых я знаю, ты выйдешь победителем, приобретешь мудрость, и тебя будет приятно вкушать, с тобой будет приятно находиться. Ты будешь вкус, ты будешь вкусный плод Царства Небесного. И все, кто будут вокруг тебя, все будут исцеляться, наслаждаться, восстанавливаться, потому что ты будешь нести восстановление. Я молюсь, чтобы Дух Святой стал нашим руководителем, нашим проводником прямо сейчас. Мы не рождены идти сами, мы не рождены придумывать и угадывать. У нас есть Отец и у нас есть Дух Бога. Я благодарю тебя, Иисус, за нашу прекрасную семью локальную и глобальную. Я благословляю каждого Господь мой на их путь и их созревание. И пусть каждый будет иметь рядом с собой руководителя Духа Святого. Спасибо тебе, Иисус. Все сказали «Амен». Воздаем ему славу. Иисус, мы любим тебя! Присаживайся. Мы любим нашего драгоценного Папу. Амен? Мы любим его, любимый Папа.